Девушки отдыхают Здесь я решаю, кого пускать господину комиссару, а кого нет Это который медэксперт, по-моему, да? А давайте, может, к нему сначала сходим Раз он есть Будьте добры, кабинет доктора Кауфнера Это там, в самом конце Главное, не заблудитесь Прям дурма какая Входите Доктор Франк Кауфнер Чем могу служить, месье? Меня зовут Густав Макферсон Я пришел задать вам несколько вопросов По делу Уайтов Скажите, что вы хотели бы услышать? Это у него яйцо Фаберже, что ли? Или что это такое? Аааа Как он тут? Психотерапевт, да, получается? Ага, ага Значит Вы расследуете происшествие В отеле Орфей? Да, доктор Ваше профессиональное мнение Об этих убийствах Вы работаете с полицией? Ага Давайте поинтересую Он должен был составить психопортрет Убийцы вот этого Который Собственно, убийца Вот Да, доктор Ваше профессиональное мнение Об убийствах Вы от комиссара Лебрена Месье Макферсон Какой? Подозрительный? В каком-то смысле Либо я частный детектив А почему бы нам не сказать, что бы? Нет, ну это Палео Нас просили не полиции Я даже не знаю Ааа Он вроде как работает Но он отдельно Ну давайте скажем, да Я частный детектив Частный детектив? Значит, кто-то Заинтересовался Убийцей Уайтов Очень, кстати, странный Игра слов София Блейк Ну как София Черная, да, наверное Представляется Сестрой Пары Уайтов То есть белых Уайт, белый Какое-то такое Странное совпадение, да? Мне платят за расследование Один человек, который хочет сохранить инкогнито Один из друзей семьи Сильно беспокойный Пытается прояснить Для него ситуацию Мне платят за расследование Один человек, который хочет сохранить инкогнито Все мы дорожим Своей репутацией Внешность бывает обманчива Доктор Кауфнер Именно поэтому Мне необходимо собрать Как можно больше информации Я полностью в вашем распоряжении Мсье Макферсон Чем могу быть полезен? Ну, это уже другой разговор Что вы можете сказать о месте преступления? Полиция сообщила очень мало деталей Убийца А я уверен, что это был мужчина В настоящий момент Вероятнее всего Чрезвычайно подавлен Убийство было совершено Под воздействием внезапного порыва Без подготовки Теперь его поступок Не дает ему покоя Он не в себе Честно скажу По-моему, этот товарищ гонит нам Убийца ворвался к ним Он разбил какую-то склянку С фиолетовой жидкостью И в состоянии экстаза Или помрачения Или чего-то еще Совершил ритуальное убийство В чем он тут мог быть Не готов или не уверен Я не уверен Вы делаете заключение Исходя из улик? Вы делаете заключение Исходя из улик Найденных на месте убийства Речь идет о психологическом анализе Повадок убийцы Последовательное воспроизведение опыта Лечение истерического поведения Путем исключения Источника страдания Я психоаналитик, мистер Макферсон Делать выводы Работа полиции Какой-то странный разговор С Липовым с Глухим На самом деле Что вы скажете о том Что во рту у каждой жертвы Была найдена монета Вы знаете, мистер Макферсон Что античные суеверия Предписывали класть монету В рот усопшего Чтобы заплатить Харону Перевозчику душ Эти древние мифы Погребены в нашем подсознании И вырываются наружу Когда нас охватывает истерия Поразительно, не правда ли? Все это глубоко символично Миссия Макферсон Хотя сам убийца Может об этом и не догадываться Как и всегда Интерпретация этих символов Остается за нами И вы полагаете, доктор Кауфнер Что убийца сам является жертвой? Все мы жертвы Тайн нашей души, мистер Макферсон И этот преступник Не исключение Все мы Жертвы нашего прошлого А у вас Есть подозреваемый Миссия Макферсон? Прям Прям не знаю Прям не нравится он мне Он как-то воду льет Вот этот товарищ Никаких Четких Данных нет вообще Он как бы нам вообще Ничего не говорит Не дает Я иду тем же путем Только более уверенно Если бы у меня был подозреваемый Я бы сюда не приходил Это может создать У меня есть странное подозрение Что он как-то причастен Ко всему этому Психотипа, поведение Знания древних традиций Или еще чего-то Но если я ему сейчас скажу Что я иду более увереннее Чем полиция Это может его насторожить И он нам А потом будет вставлять Наверное, какие-то палки в колеса Поэтому я, наверное, не стану Ему пока говорить Что у меня есть какой-то подозреваемый Тем более, это чистая правда У нас реально сейчас пока нет Никаких подозреваемых Кроме какого-то странного фоторобота Если бы у меня был подозреваемый Я бы сюда не приходил Доктор Кауфнер Приятно было побеседовать Но, к сожалению Я не могу уделить вам больше времени Мсье Макферсон Надеюсь, я удовлетворил Ваше любопытство То есть, по большому счету Мы ему рассказали больше, чем он нам Про монеты Это все прекрасно знают И... Его анализ Он звучит Как минимум странно Но не знаю Может, я ошибаюсь Я очень занят, мсье Вам следует навести справки У комиссара Лебрена Ладно, походу Нам здесь больше делать нечего Сейчас еще немножко рассмотримся Так, ну и Все-таки, я думаю Отель Орфей Странный Странный, странный человек Очень странный Коробка Которая все таскала Этот портье Давайте так Попробуем Что-то сделать с фотороботом Так, благодаря вам я смог нарисовать портрет подозреваемого Он далек от совершенства Это хоть какая-то зацепка Остается только подозреваемого Благодаря вам я смог нарисовать портрет подозреваемого Он далек от совершенства Но это хоть какая-то зацепка Остается только показать его полиции Это точно он, черт усатый Я уверен, он и есть убийца Угу, усатый Минуточку, мсье пяти Я никогда не говорил, что этот человек виновен Мы даже не знаем его имени У него глаза убийцы Такого ни с кем не спутаешь Хорошо Итак, если у вас все в порядке То позвольте мне вернуться к своим делам Всего наилучшего, мсье То есть я немножко не понял Тебе... Как-то подошел фоторобот, который я составил А почему усатый? Он не усатый А, может ему пририсовать усы, да? Это какая-то подсказка, что у него были усы или что? Ну тогда какие? Прям усатый-усатый, да? Тогда большие, наверное Такие Глаза маленькие Карри Темные Темные Или средние темные Как-то так сказали, да? Вот эти, что у нас есть, они маленькие, но они не темные А всех, что есть, темные, наверное, только Только вот эти Может, как-то так лучше сделать? Не уверен Снова вы, мсье Мне больше нечего вам сказать Так, пойдем еще тогда бармена Попробуем Мсье Потормошить Так, у полиции есть подозреваемый Я видел их отчет, чтобы знать человек, который провел Целый вечер у окна У полиции есть подозреваемый Я видел их отчет Что вы знаете о человеке, который провел целый вечер у окна Бесспорный факт Он был здесь в ночь убийства Он оставался здесь весь вечер? Дайте подумать Я видел, как он некоторое время разговаривал с Малле А кто такой Малле? Кто такой этот Малле? Тео Малле Работает в Орфее Сущий прохвост До которого часа этот человек оставался здесь? Попытаюсь вспомнить Он пришел около восьми Сел у окна И вдруг убежал как раз перед тем, как началась гроза Около одиннадцати С восьми до одиннадцати, да? Вы узнаете этого человека? Нет Это определенно не он Совершенно не похож Не похож Ладно, куда он направился? Вы видели, куда он потом направился? Я не знаю Отсюда нельзя увидеть, что там делается Вам лучше справиться в Орфее Пяти администратор должно быть знает Он в ту ночь дежурил Ты мне не хочешь помогать? А где я могу найти этого Малле? Малле обычно околачивается в Аламбике Бестро в четырнадцатом округе Там он испускает все свои заработки А почему про хвост? Он любит рискнуть, любит азартные игры А ведь долги приходится оплачивать Порочный круг В общем, Малле тот еще пройдоха Так, вы не заметили, что Малле этому человеку деньги? Вы не заметили, не передавал ли Малле этому человеку деньги? Э, нет Именно тот незнакомец дал деньги Малле Я видел, как он отсчитывал купюры Вы видели Уайтов в обществе этого человека? Я ни разу не видел Уайтов Так что я никак не мог заметить, чтобы они общались с тем человеком Вот у меня тоже есть подозрение, что они вообще никак не связаны Уайты никогда не заходили в ваше кафе? Я бы непременно был в курсе Трудно не заметить двоих американцев Да еще когда туристический сезон давно прошел Но на всякий случай можете проверить у администратора Там, за стойкой Возможно, он знает больше То есть он меня четко отправляет к этому Петти А Петти со мной разговаривать не хочет особо Тогда, возможно, эти двое не имеют никакого отношения к смерти Уайтов Прошу прощения, но это все-таки вы ведете расследование, а не я Я могу лишь сообщить вам то, что знаю Вы можете мне описать эту таинственную личность? Вы можете нарисовать его портрет Замечательно Я сейчас же вам его опишу Он был высокий Очень высокий Пустые черные усы Пустые черные усы Лицо такое квадратное И какие-то жуткие глаза В общем, тот еще тип Спасибо Спасибо Не стоит благодарности Так Что-то у нас все-таки не так с его портретом Квадратное лицо 100% инфа, да? Ну, квадратное лицо Из такой бороды А мне про бороду ничего не говорили Значит, скорее всего, бороды не было А из квадратных лиц Только вот это Усы большие и черные, да? Ну, из больших только такие Либо такие Я все-таки думаю, такие И глаза Большие и черные глаза Ну, вот эти Уши прижаты Давайте Так, ладно Это все немножко, ну, долго Но ничего не поделаешь Есть показания Свидетелей Не носят очки Небольшие, но темные глаза Большой рот с тонкими губами Сломанный нос Короткие прямые волосы Прямые, прямые Короткие Уши среднего плотно прижатые У нас что-то почти, наверное, похожие Да? Ну, волосы Это вьющиеся Вот это похоже на прямые Но не лысина Это вьющиеся Это вьющиеся Это как за лысин Или как это называется Значит Или вот такие Или вот такие Ну, наверное, вот так Ну-ка, попробуем показать Мсье Вы узнаете этого человека? Да Вполне может быть Да Это точно он Спасибо Не стоит благодарности Подзбили нас с волосами, конечно Но вроде получилось Все Так Здесь вроде никого у него нету, да? Ну, пойдем опять попробуем портье погонять Снова вы, мсье Мне больше нечего вам сказать Недружелюбный товарищ Ладно Ладно Нам известно, что Некий портье с ним связан Я могу что-то сделать с коробкой? Интересно, интересно Так Администратору явно не понравится Если я пойду наверх один Нужно что-нибудь придумать Или все-таки убедить его Провести меня туда Убедить его не получится Надо что-то придумать Коробка, да? Как бы Попробуем в коробку залезть Или что? Окей А я-то думал, что у меня в комнате тесно Прям вообще без палива Надеюсь, что его перерыв не... И снова... А кто с такими багажами путешествует? Мне непонятно Это же... Что за гроб на колесах? Это же кошмар И смотрите, не уроните его, юноша Не беспокойтесь, господин Пити Вот этот действительно тяжелый Неплохо для первого дня работы Ай Ай Еще одна ступенька Ай Ну вот и все Ух Хорошо, что мне не пришлось пересекать Атлантику Совсем без палива поднялись Ладно Так, туда спускаться нет смысла Значит, нас выгонят отсюда Комната 507, да? Путешествовать вниз мы тоже будем в ящике? Надеюсь, что нет Вы детектив И вы хотите знать Что ж Входите и узнаете Нет, я к тебе не пойду Значит, это Идешь по коридору Никого не трогаешь Вылазит женщина с собакой Такая Опа А ты детектив Я такой Опа Спалился Ладно Что тут у нее У нее тут как-то странно Для номера отеля Он выглядит слишком обжитый Слишком Напичком Всяким барахлом Это подозрительно Давай-ка я у нее сначала Тут немножко пошуршу Я, конечно, знаю, что это Верх наглости Прийти к человеку И начать лазить по полкам Но это квест Очень странная живопись У этой женщины Пасьянсик Зеркала Ага Ага В общем-то ничего такого особо примечательного О, патефон А патефон можно подрубить? Нет? 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 Это просто музыку послушать? Ну, прикольно Ладно Женщина, кто вы И что вам от меня надо? Добро пожаловать в мой дом Инквизитор Вы детектив, не так ли? Кто вам сказал, что это детектив? Вы общались с байтами, когда они были еще живы? Конечно, потому что если вы увидели их после Это ваше личное дело А вы узнаете этого человека Не бойтесь, всего лишь портрета Он причинит его Давайте покажем ей портрет Я так понимаю, это соседка Которая тоже давала показания Вы узнаете этого человека? Не бойтесь Это всего лишь портрет Он не причинит вам зла Есть определенное сходство Но я не нахожу в нем зла Что с ней происходит, с этой женщиной? Короче, она сейчас говорит, что она его узнает Но не видит в нем зла То есть это как бы такой некий намек Что все-таки этот мужик не причастен абсолютно к этому делу Я почему-то склонен считать, что он не причастен Вы не опознаете моего подозреваемого? Все так запутанно Я видела этого человека мельком И он был просто ужасен Вы вправду думаете, что у преступников особый тип лица Я всего лишь открываю вам свое видение Боюсь, что если вам нужно что-то более конкретное То вам следует обратиться в полицию, а не ко мне Не-не-не, подожди Приходите позже Мне нужен отдых Вот это я зря, наверное, так с ней, да? Ну ладно, мадам Мы к вам еще придем Тут явно будем бегать между ними И рано или поздно все узнаем Но она Она как-то странная женщина Она как-то узнала, что это детектив Я, правда, не понял, как Так, 507-ая Это где это все произошло, да? 506 Она напротив живет Я понял Окей Что тут есть еще полезного? В квартирку эту мы попробуем зайти чуть попозже Давайте сейчас пройдемся по этажу Ну что, кто еще чего видел, слышал Есть еще идея попробовать пролезть через окно в номер Ну, вообще, нибудь, закрытый, да, будет? Дверь, конечно, заперта И вряд ли администратор откроет ее по моей просьбе Нужно найти способ туда попасть Есть идея попробовать через окно перелезть Но это надо либо туда Либо туда 505-ая Это не тот номер, что мне нужен В любом случае здесь заперто А, нет Показания давала соседка из 505-ой А в 506-ой это странная женщина Ну, они тут все какие-то немножко странные И больше вроде бы и ничего полезного Это не тот номер, что мне нужен В любом случае здесь заперто Ну и там тоже заперто Ясно, ясно Нам или нужны отмычки Либо нам нужно что-то еще Или как-то стянуть ключ в портье Что-то такое Точно со мной больше не будешь разговаривать? Приходите позже Мне нужен отдых Так, а что там на картине? Одну секундочку А, это клетка стояла Ясно Ладно Ладно В каком случае Вниз? В ящике? Нет, наверное Ногой просто Портье со мной дружит? Не дружит? А, это опять вы Каково участие Мадам Луазо в этом деле? Я не понимаю Она свидетель? Подозреваемая? Ей можно доверять? Может быть, Мадам Луазо Несколько эксцентрична Но она Наш лучший клиент Мадам Живет в нашем отеле Уже много лет Вы не находите Что мадам Луазо Немного Как сказать Немного не в себе Мало кто Смелится заявить Что может чувствовать зло Я, во всяком случае Не стал бы Вздор и суеверие Любое злое присутствие Здесь определенно Имеет человеческую природу Люди могут быть Так ужасны Хорошо Итак, если у вас Все в порядке То позвольте мне Вернуться к своим делам Всего наилучшего Месье То есть по мере диалогов По мере разговоров У нас появляются Новые ветки общения Да Поэтому есть смысл Оббегать людей Месье Разве вы не заняты Расследованием? Иногда они нам будут Даже помогать Я бы воспользовался Телефоном Попробовал бы еще Связаться с Мадам Блейк Вдруг получится Добрый день Какой номер вам нужен? Или попытаться узнать Информацию Но она вообще Телеграмм должна прийти Здравствуйте, мадмуазель Соедините меня, пожалуйста С номером Элизе 1528 Я хотел бы поговорить С Софией Блейк Минуточку Номер не отвечает Перезвоните позже Зачем мне, допустим, вещи Брать Вот так в руки Ну, тут ладно Это посмотреть А вообще, в принципе Если я их вроде как Ни на что не применяю Просто я хотел Его портье показать Но вроде как Мы определились Что это правильное Правильное изображение Я даже не знаю Из Троа Ламбик Идти Узнать У этого про хвост С ним поговорить Или пойти в комиссариат У меня же есть теперь Четко Ну, нет Мне просили не светиться Эй Привет Давно тебя не было видно Беренис Вот так сюрприз Жаль, я спешу Ты часом не знаешь парня По имени Тео Мале? Да нет Но патрон наверняка Он как раз здесь Он всех знает Наш Гюло Ты же знаешь Ты как всегда очаровательна Спасибо, Беренис Зови меня лучше Беби Как все Ну, ладно Я тоже должна бежать Работа Скоро увидимся Пока Да В любом случае Адрес ты знаешь Заходи, когда захочешь Ну, пока Чао Чао Болт Парижа Знает нашего Главного героя При этом Мы умудряемся Как-то скрываться Под разными Псевдонимами И так далее Так Некто Патрон Знает Про Что-то знает Знает про В левом оте Его бы не мешало Найти Вроде бы ничего Патрон Наверняка Какой-нибудь Большой дядька С газетой Да Тут сколько Направлений Вообще Очень интересное Бестро Такие Как бы Очень много Закутков Да Вот В самом Бестро Интересно А ну Давай Что там У тебя Дама Аккурат Каре Нет Ты что Нарочно Что ли Мои три Туза Ты бьешь Моих Трех Тузов Ну все С меня Хватит Я пас Гюло Ты же не уйдешь Прямо сейчас Я только собирался Увести твою тачку Не заводи снова Малье Не думай Что раз ты оплатил Счет Тебе все позволено Да это Макферсон Эй Макферсон Иди сюда Макферсон Кто это Еще один Американец В Париже Без гроша Я вас познакомлю Макферсон Познакомься Тео Мале Салют Ладно Я вас оставлю Меня работа ждет Привет Нет Не будем открывать Все карты Сразу Да У меня такое ощущение Что я вас где-то Уже видел Вы не бывали В Нью-Йорке Ох Мак Ну и растяп А же ты Это куртка Орфей Вы портье Из Орфея Если вам нравится Костюмчик Могу отдать За хорошую цену Что касается Меня То я уже Больше там Не работаю Да я не думаю Что нам надо Его пока трясти Вы должно быть в курсе Кто когда приходит И уходит Вам известны Все маленькие Тайные отели Значит вы ищете Кого-нибудь Кто мог бы докладывать Вам о том Что происходит В отеле Орфей Так Несколько дней назад В Орфее Произошло Прискорбнейшее событие Как вы наверное знаете Двое американцев Были найдены Мертвыми Убитыми Надежный источник Сообщил Что в тот вечер Было ваше дежурство И что вас даже Видели в кафе Нантис Вместе с одной Подозрительной Личностью Возможно Даже с самим Убийцей Вам это О чем-нибудь Говорит? Найдите Кого-нибудь Еще Откровенно говоря Мне Нечего Вам сказать Я вам Кое-что покажу Вы узнаете Этого человека? КОНЕЦ 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 Так Ладно Друзья Давайте Мы на этом Моменте Остановимся Всем спасибо За внимание Подписывайтесь Комментируйте Оставляйте ваши Оценочки И до новых серий Кстати Обратите внимание С кем мы Еще столкнулись В этом Кабаке Аламбик Всем пока К, Продолжение следует...